Вот уже час, как прилетевшие братья томятся в нервном ожидании. Еще бы, транспортная лента до сих пор пуста. В нетерпении даже встречающая сторона стала просачиваться в багажное отделение аэропорта Мурманска, чтобы заключить в дружеские объятия вновь прибывших. Наконец-то из жерла грузового терминала со скрежетым и урчанием стали выползать долгожданные чемоданы. Вот и наш скарп. Главное, что все снаряжение прилетело вместе с нами, а не осталось на родине. Или того хуже, с легкой руки работников аэропорта не махнуло куда-нибудь в сторону Дальнего Бостока. Грузим наше драгоценное оборудование в микроавтобус Андрея Шмакова, главного подводного охотника Мурманских просторов, который радушно согласился сопровождать нашу съемочную группу на Кольском полуострове. Свой микроавтобус Андрей оборудовал для дальних поездок и автономного проживания, как уютный мини-дом на колесах. На ближайшую неделю это авто станет основным средством нашего передвижения. Боевой клич по машинам, и вот мы уже направляемся в центр Кольского, город Манчегорск, расстояние до которого примерно 150 километров от личной асфальтовой дороги. На часах три часа ночи, а на улице вовсю светит солнце. Вот он, настоящий полярный день. Солнечный диск даже не касается горизонта во время своего суточного бега по орбите. А градусник уже третий день застыл на отметке 29 по Цельсию. Правда, прогноз обещает через три дня резкое снижение температуры и проливные дожди. Вот такое оно, полярное лето. Кольские реки и речушки, то и дело мелькающие за окном, так и влекут охотников промочить жабры. Но нырнуть пока нет возможности. Хотя бы остановиться около одной, другой и лицезреть эти таинственные темные воды, скрывающие в своих глубинных легендарных лососевых рыб. Редактор субтитров А.Семкин Через несколько часов наша группа добралась до койк в гостеприимном доме Андрея Шмакова. После небольшого отдыха отправляемся на первую нырялку. Родной город Андрея Манчегорск удобно расположен в географическом плане. Отсюда удобно делать дневные радиальные выезды в разные направления Кольского. Расстояние в 100-150 километров по таким дорогам и при полном отсутствии пробок пролетают практически незаметно. А если еще на борту находится знающий гид, то за это время можно узнать как о легендах и географических достопримечательностях Кольского, так и определиться с подводной обстановкой. Ну вот, одна из легенд. Как я слышал, что занесена справочник уфологии какой-то, как один из мест вероятного встречи с какими-то вероятными нашими соседями. Гора Нитис, Нитис, Нитис. По форме напоминающая египетские пирамиды, богатая медными залежами. Ну вот, какие-то зафиксированные встречи с аномальными проявлениями различными, какие-то визуальные эффекты непонятные. Вроде как приезжали экспедиции, да, исследовали ее. Ну, это что-то во времена Клуб Киевна Путешественников это все было, когда народ нечем было будораживать. Вот такие истории возникали время от времени. Сейчас что-то все поутихло, сейчас почему-то ничего не встречается. Озеро Тархун. Последствия техногенной катастрофы нашего комбината. Сейчас что-то не видно, но так оно какого-то зеленого цвета такого. Интересного. Нырять не надо. Это хибины, вот это уже горный массив хибины. Апатийские хибины, там перевал Купи-Сумчор. В данном участке вот этих вот хибин у нас в основном это ледниковые, так сказать, водоемы. То есть все начинается с гор, с таяния снегов, с родников. И так как большинство своего пути времени, она проходит по горам, по скальным породам, она практически всегда чистая. То есть это не заболочная вода, не коричневая. Она такая довольно прозрачная всегда, хорошего качества. Холодная, правда. А вот ближе уже к морю, когда уже более равнинные, там уже протекают болотистые такие, торфяные, торфяльники. Она уже коричневого оттенка, не всегда такая прозрачная, как хотелось бы. Но все равно на уровне. То есть 3 метра мы найдем всегда, скажем так. А максимальная, ну это зимой, конечно, когда все-таки есть у нас тоже такие, как таяния снегов, когда грязь какая-то поступает в речки, в озера. Ну и от ветра зависит. Если ветер, то донный ил подымается и попадает тоже в реки, соединяющие какое-нибудь верхнее озеро с нижним. Вот такие вот речки, да, подвержены влиянию ветрового фактора и таяния снегов. А если берем горные речки, ну они чистые всегда, там неоткуда взяться грязи. Рыба. Ну сразу опустим, наверное, щуку, окуня на лима, да, потому что вам интереса не особо такого, а возьмем наших. Ради чего стоит приехать и посмотреть. Это лососевые. Прежде всего семга, кумжа, форель, хариус, сик. Ну гольца пали увидеть, честно говоря, я не представляю как. Это рыбы, живущие на большой глубине в озерах. Там ловят их из больших глубин. Бывает, конечно, там подымается, когда осенью их ловят на спинник, на дорожку, да, на глубине 3-4 метров, но опять же это все озера. Озера. Мне вот за свою жизнь удалось увидеть только их на крючке блесны. А под водой нереально, мне кажется так. Сейчас будем проезжать офис Лапландского заповедника, музей-заповедник, также откуда организуются тропы природы, так называемые, вводят экскурсии детей, приезжих по Лапландскому заповеднику. Сейчас будет, как говорят, местная резиденция Деда Мороза нашего местного. Тоже на хорошей речке стоит красивой, но, к сожалению, находящейся в пределах заповедника, то есть закрытые для рыбалки, охоты. Забегая вперед, можно сказать, что в ходе этой экспедиции Андрей переменил свою точку зрения на некоторые вопросы и увидел под водой то, чего до сих пор не встречал. Примерно через полтора часа мы приехали на первую точку нашего погружения. Прямо около дороги получаем первые наставления по охоте и сплаву по реке. Вы увидим вот этот поворот и вот эти камни первые. Это первое такое убыстрение. Будет у него одно из самых перспективных мест. И плюс дальше. Вся вот это вот течение с камнями, ну, до сужения, это весь перспективные места. Здесь, конечно, хорошо, но не надо для первого раза. Просто сверху подплываем мост, осматриваем сверху рыбу, проносящуюся, да, под вами. И выходим. То есть она безопасно, просто поверху проходит? Просто поверху, да. Можно нырнуть, но не надо, не надо. Потому что был вот и случай с Юрой, когда он сел на арматурину неопреном и полностью вырвал штанину. Хорошо разорвал, потому что со силой. И сел на арматурину под мостом. Не все так чисто. Так, а что за рыба будет? Как она будет стоять? Здесь будет все. Кумжа, Сиг, Хариус, Форель. Здесь будет кумжа на самых шикарных местах на ямах. Кумжа какого размера, примерно? Ну, возможно, до восьми. Это то, что зафиксировано было. Может быть, больше, но нет, нет. Большой рыбы нет. Вот какой стреляемый, а вот какого размера? А двух? А двух. Тактика какая-то есть, то есть выстрелил, дал ей погулять или, наоборот, сразу к себе подтаскиваешь? Не, 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 лучше схватить, конечно, за... Чтобы она не билась, она же мягкая. Да, мягкая, лучше, конечно... То есть выстрелил, сразу пытаться ее зафиксировать? Лучше ее поймать, да, не надо ее подтаскивать за гарпун, да, лучше, конечно, ее поймать. Скорее всего, пойдет против течения, поможет тебе уходить из гарпунов, если не убьешь. Руку амортизирует. Да, и все-таки отслеживаем, видим визуально фарватер и идем по нему. Где глубина, там рыба будет. Вокруг кумжовых мест будет свита тусоваться в виде сегов и хариузов, что не хватило им, вернее, места, они будут забивать все остальные ямки. А самые, конечно, в глубинке будут кумжи стоять. Вот так вот бывает иногда поставишь, минут 10-15, посмотришь и видно, где она сплескивается, стоит, на каких ямах. Вот еще одно из самых посетительных мест, выход со струи, вот сюда в разлив, обратка идет. По границе стоят, ну, мелкие представители лососевых, а главные-то вот в этой ямке. Ну вот, вот здесь сразу, немножко за тросом. Видишь, куча нахлыстовых мушек всяких, поплавочков висит. И вот на том плесе она стоит, на каменном, где послед от сваи, такой обивной, там вот отдыхать туда выходит, налево-то уже.